Всем большой привет! С вами Илона. Сегодня я решила ответить на замечательный тег, который я вот только недавно посмотрела. Это тег от Веры Коминовой и Виктории Бонд. Девчонки, вам большой привет! С таким удовольствием я посмотрела ваш тег, и первую часть, и вторую часть, и решила на него ответить. Я буду отвечать на вопросы и вышивать. У меня немножечко ранен пальчик, так что вы простите, кто будет видеть вот в таком виде мой пальчик. Первый вопрос. Ни для кого не секрет, что вышивка это удовольствие индивидуальное или групповое? Ну, для меня эта вышивка удовольствие индивидуальное. Я очень люблю вышивать одна, даже сказать так, в одиночестве, да, когда вокруг меня материалы, полностью я погружена в это все. Даже бывает, вышивая вообще в тишине, чтобы собраться как-то с мыслями своими, подумать о чем-то насущном, о своих каких-то домашних проблемах, собрать себя, так сказать, в кучку. И именно вышивка всегда помогает, знаете, найти единство с самим собой, гармонию, да. И вот я люблю вышивать одна. А также вышиваю, смотря ваши видео, могу посмотреть какой-то фильм или познавательное какое-то видео. В общем, одна. Да, потому что когда при вышивке отвлекаешься на разговоры, то у меня практически не получается вышивать. Такой опыт у меня был и наверняка будет. Я очень рада этим рукодельным встречам, которые проходили в моей жизни. И было безумно интересно с девчонками, но вот повышивать мне почему-то не удается при этих встречах. Все время болтаю, болтаю, болтаю. Ну, в общем, рот не закрывается. Вот, ну, в общем, как-то так. Второй вопрос. Вы нашли магазин «Рукодельный рай». Что вы будете делать? Расскажите всем, шепнете на ухо подруге, не скажете никому. Ну, почему не скажу никому? Скажу, что вот нашла такой-то, такой-то классный магазин. Шепну подруге, и наверняка шепну ни одной подруге. Возможно, где-то и поделюсь с девчонками. И видео могу рассказать, что вот нашла там что-то такое. Но на сегодняшний день ничего такого, где раздают супер-пупер, там какие-то вот такие интересные материалы, где можно их приобрести там дешевле или еще где-то, я пока что не нашла. Вот, но вообще поделюсь. Третий вопрос. Что вы ждете, выставляя свои работы на YouTube? Что вы делаете, если ваши надежды не оправдались? Ну, что я жду? Я жду, во-первых, реакцию на мою работу, на данный дизайн, то, что я вышиваю. Мне интересно. Интересно ли людям, которые смотрят мои видео, что они чувствуют, как высказывают свои эмоции, что их трогает, когда они видят мое видео и мою работу, готовую или не готовую. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я вполне открыта на и на критику, но только в разумных понятиях, да, критику. Не что-то там нашило такое, фу-ужас там или еще что-то, да? А в понятии, что где-то подсказать, ну, то есть это вполне нормально. И, конечно, на реакцию. Хуже будет, знаете, когда реакции вообще не будет никакой. Вот это для меня будет... Надежды не оправдались. Когда твое видео или твоя работа вообще не производит никакой реакции. Вот это, я думаю, будет не то, что даже обидно, а будет неприятно для самой себя. Что я делаю, если ваши надежды не оправдались? Ну, пока мои надежды оправдывались. Спасибо моим зрителям, которые смотрят видео мое. И смотрят и старые мои видео, хотя там есть вообще такой... Первое самое видео, это вообще ужас какой-то. Вот. Ну, то есть вот так. Ну, а что я буду делать? Даже не скажу вам, что буду делать. Может быть, подумаю о том, что... А стоит ли мне показывать, если нет никакой реакции, допустим, да? Не вызывает моей работы никакой реакции. Тогда я задумаюсь сама над собой. Может быть, для кого я это показываю, если нет никакой реакции. Вот. Это я сейчас говорю только лично про себя. Никого не трогаю абсолютно. Не воспринимайте кто-либо, кто начал вести только свои каналы, если у вас там нет каких-то комментариев, потому что вас еще не знают. Ни в коем случае не воспринимайте мои слова в адрес себя. Я говорю сейчас только о себе. Как вы относитесь к тому, что ваши рукодельные видео используются без вашего ведома с целью наживы и не только? Ну, я не встречала такого, чтобы мои видео где-то были. Было один раз, что написала мне девочка, что вот твое видео есть в такой-то группе. Но когда я зашла в эту группу, я увидела, что девчонки, которые ведут эту группу, они дали авторство, да, чье это видео и так далее. Я вижу, да, я вижу, что многие делятся моим видео в разных ресурсах и в одноклассниках, и в контактах, или еще где-то, потому что можно зайти в статистику и посмотреть, что ваши видео поделились где-либо, да. Ну, я же не буду бегать отслеживать, что там, как там. Можно же поделиться не только в какой-то группе, а можно поделиться и в личном сообщении. Там что-то люди между собой обсудят. С целью наживы и не только. С целью наживы... Ну, вы знаете, не знаю, я не встречала такого, чтобы с целью наживы. Ну, как-то не замечала я такого про свои видео, что кто-то их публикует с целью наживы. Вот, если, может, кто-то видел, подсказывайте. Может, вы более такие зрячие. И... Ну, а может, случайно увидели. И можете меня перенаправить. Вот, мне было бы, конечно, посмотреть интересно, с какой целью люди делятся моими видео, если это так. Как вы относитесь к своим маленьким и большим косякам вышивки? Сначала, наверное, знаете, как внутренняя у меня такая происходит? Не то, чтобы паника, а волнение. Запорола работу, что я ее испортила. А с другой стороны, как бы, я в этот же момент начинаю сразу перебирать в голове, что можно исправить, что можно сделать, как можно это убрать, как можно, ну, в общем, решить этот вопрос. У меня есть одна работа. Девушка с кувшином. Это большая, достаточная работа. И она у меня была, ну, должна была быть вышита еще больше. Но, так как я в свое время неправильно рассчитала ткань, канву, да, размер, с размером я, в общем, пролетела. Это был мой личный косяк. И так получилось, что мне просто пришлось в этой работе, ну, в общем, не дошить вверх. Вот. Ну, работа у меня получилась, в принципе, неплохая. Там должно было быть еще, ну, сантиметров, наверное, 10 вверху вышивки. Где-то 10 сантиметров вышивки над головой у девушки. Вот. Ну, так получилось, что работа оказалась меньше по размеру. Ну, вот, так вот я справилась с этим косяком. Был у меня еще недавно такой косяк. Ой, знаете, делала работу для... Для человечка. Очень такого душевного для меня. И я с ужасом увидела, что проступил клей на работе. Ну, я выкрутилась. Я выкрутилась, я начала искать разные моменты, варианты. Как можно исправить эту ситуацию, потому что уже работа была выполнена. Вышивка там хардангером. Я делала коробочку. Возможно, когда этот человечек приедет и покажет вам свои... Ну, мои подарочки для нее рукодельные, то вы сможете эту коробочку увидеть. И вот именно в той коробочке я вот этот клей... В общем, я его скрыла, сделав такой, знаете, трафарет из структурной пасты. Вот. В общем, из акриловой структурной белой пасты я закрыла вот эти вот малюсенькие пятнышки. Они мне все равно, вы знаете, как я когда делала, то они мне бросались в глаза. И, вы знаете, в общем, я выкрутилась. Я выкрутилась, конечно, это рукодельница, которая узнает, наверное, о чем я говорю. А именно работу по описанию. Вот. Ну, вот, да, есть у меня такой вот косячок. Я надеюсь, она не обидится на меня. Пришлось мне скрыть вот этот вот косячок. Ну, жалко на самом деле, очень жалко терять такую работу. Потому что труда там, конечно, очень много. И с душой делалось, а тут вот такая вот незадача у меня получилась. Так, далее. Вы научились вышивать и достигли в этом определенных высот. Каковы ваши горизонты? Будете ли вы осваивать новые виды стежков и новые размеры картин? Конечно, буду. Я считаю, что вообще рукоделие – это настолько широкое поле. Ну, то есть вышивка – это невозможно все объять. Да, это просто нереально. Это надо на это потратить всю свою сознательную жизнь, чтобы заниматься только рукоделием и осваивать, осваивать и осваивать разные виды и техники. Да, мне это интересно. Я считаю, что по жизни человек учится всему и развивается. И на одном крестике, конечно же, я не остановилась и не остановлюсь. И буду изучать и дальше стежки, с которыми я еще не знакома. И с большим интересом это делаю. Да, крестик остается моим любимым стежком, если можно так сказать. Вышивка крестиком. Но все-таки вот сочетание крестика, хардангера, допустим, или каких-то других видов стежков – это очень интересно и это очень красиво. И я считаю, что на этом не стоит останавливаться, а стоит все-таки идти вперед и развиваться. Так расширяется и свой личный какой-то кругозор, и внутренне ты как рукодельница растешь. И работы у тебя меняются, и вкусы, возможно, меняются в рукодельном плане. Ну, то есть это все очень интересно. По поводу больших размер картин. Ну, вот на… Знаете как, по поводу больших размер я не буду зарекаться, потому что как-то в моей жизни так случилось, что если я зарекаюсь, оно у меня обязательно сбывается. Поэтому я не буду зарекаться и не говорить, что вот нет-нет, я огромные картины шить не буду. Я не вижу для себя сейчас это, да, вышивать огромные картины. Ну, а кто его там завтра знает, я не знаю, что может случиться. Всякое может произойти, правильно? Вот, поэтому в моем случае зарекаться для меня лучше не зарекаться. Поэтому зарекаться я и не буду. Так. Любите ли вы эксперименты? Готовы ли вы оформить свою вышивку необычным для вас способом? Да, готова. Дело в том, что когда-то раньше еще я смотрела, знаете, как-то так с украдкой смотрела на вещи рукодельного плана, которые применяются в быту. И с каким, знаете как, с каким опасением смотрела, что это может испачкаться, что это может повредиться, там еще что-то. А потом как-то пришло время, я немножечко стала пересматривать свои взгляды на эти вещи и подумала о том, что ведь жизнь у нас одна. И если мы ее сами украсим, эту жизнь, такими прекрасными работами, не только картинами, но и теми вещами, которыми мы можем сами пользоваться, дарить нашим друзьям, подругам, которые, естественно, ценят то, что мы делаем, ценят рукоделье, ручную работу. Вот. И, ну, почему бы не пользоваться этим? Ведь если мы окружаем свой мир, свой быт вещами, сделанные вручную, но и они красивые, вы видите, что они красивые, они вам нравятся, они сделаны с душой, вы же будете каждый день лицезреть эту красоту, вы же будете каждый день притрагиваться там или там время от времени соприкасаться с этими изделиями, и они будут вас радовать, а также радуют меня те вещички, которые сделаны руками рукодельниц и были подарены мне в подарок. Каждый раз, когда я беру в руки ту или иную рукодельную вещь, я обязательно вспоминаю этого человека. И вот все, что я вижу, все мои добрые, позитивные, естественно, мысли на этот момент, то есть, когда я смотрю на работу, выполненную красиво, они же энергетически, они летят к этому человеку на самом деле, ведь так и есть. И мне приятно от этого, и видеть эту вышивку, вспоминать этого человека, очень приятно. Вот, поэтому, да, вот что касается скатерти, да, я еще немножко, знаете, сторонюсь, мне так жалко, жалко их, знаете, как если я буду, допустим, аккуратно стараться пользоваться или еще, то, знаете, как за своих детей я не могу так с точностью сказать, потому что, да, возможно, они будут там стараться аккуратно, но, знаете, не могу я тут точно так, знаете, за них прямо увериться, как за себя, да. Вам важны комфорт и эстетика в подготовке и процессе вышивки. Или вам достаточно только желания вышивать, и вы можете начать где угодно и как угодно. Ну, наверное, все-таки здесь зависит от ситуации, да. Если я нахожусь где-то, в общем, не в такой обстановке, как обычно, то есть я вышиваю не дома, не в своем комфортном, так сказать, месте, где у меня все разложено, где у меня подготовочка вся есть, и ниточки развешены и так далее, то, конечно, у меня там все настолько просто, но все-таки вот именно подготовку, уже развешивание ниточек на органайзер, там все, что нужно для процесса, я все складываю в одну папочку и беру с собой. Вот, ну, я стала организовать, раньше я так не делала, и это влияние Ютуба 100%. И вы знаете, для себя я поняла, что это очень удобно. Это очень удобно, когда у тебя все уже подготовлено. Следующий вопрос. Если у вас рукодельная фантазия, расскажите о ней. Есть у меня рукодельная фантазия, но я вам ее не расскажу, потому что это уже не будет моей фантазией, это уже будет всеобщим, так сказать, достоянием. И когда мне очень хочется, чтобы это сбылось, моя фантазия, лучше о ней помолчать наедине с самим собой, со своими мыслями об этой фантазии. И, вероятнее всего, она сбудется. Так, далее. Как вы думаете, выполняя вышивку на заказ за деньги, будете ли вы вкладывать в нее душу? Да, 100%. Я буду вкладывать в нее душу. И все работы, я уже как-то говорила, что я вышиваю на заказ. Все работы, которые были выполнены мной на заказ, они все выполнены с душой. Иначе, лично в моем понимании, быть и не может. Другой вопрос в том, что не каждую работу я возьму выполнять на заказ. Это другой вопрос. Ну, как-то мне так, знаете, сложилось в моей истории, да, такой рукодельной, что те сюжеты, которые я вышивала на заказ, они были мне очень симпатичны, а некоторые были настолько желанны, что я вышивала их с большим, огромным удовольствием на заказ, а потом даже и оформляла. А почему, ну, почему нет, да, почему не вышить на заказ? То есть для меня это уже давно пройденный вариант, и я даже на этом, знаете, как бы не акцентирую особо внимание, особо не размышляю. Ну, то есть для меня это вообще не стоит вопросом. Вот. А в работу я вкладываю обязательно свою душу. А как же без души? Ну как, слушайте, ну как не вложить свою душу, не сделать работу аккуратной, даже не потому, что ты ее вышиваешь за деньги, да? Я в первую очередь не об этом думаю, а о том, что выходит на ткани, когда я вышиваю. То есть я об этом думаю, а не о деньгах. Итак, последний вопрос. Любите ли вы вообще отвечать на теги? Или любите работать руками, а не языком? Творить или говорить? Ну, как-то в одном из тегов я уже говорила, что теги я не очень люблю. Я больше люблю вышивать. И так как время золотое на самом деле, да, то для меня, конечно, лучше повышевать, чем отвечать на теги. Но мимо этого тега я, девочки, пройти не смогла. Вы меня так сегодня, наверное, не только меня одну воодушевили и зарядили позитивом. Так что огромное вам спасибо, Верочка и Виктория. Классный тег, классные девочки. Очень классный тег, поэтому я на него ответила. Всем спасибо за внимание, за то, что послушали. Может, что-то для себя интересное узнали про меня. Ну, всем пока. Хорошего вам всем настроения, вышивального и побольше вам времени на ваше любимое творчество. Пока-пока.